Профессия огнеборца тоже всегда востребована. В Мурманске состоялся первый день состязания конкурса «Лучшее подразделение пожарной охраны вооруженных сил Российской Федерации». Все подробности в нашем сюжете. На базе отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота в Мурманске торжественно стартовал конкурс «Лучшее подразделение пожарной охраны вооруженных сил России». Профессия пожарного – это профессия героическая, профессия, требующая не только знаний, но и отличной физической подготовки, большой практики. И самое главное, нельзя быть просто пожарным, нужно быть пожарным внутри. Это состояние души. Поэтому мы сегодня на Северном флоте первый раз принимаем такое значимое мероприятие, организуем. Я думаю, что все пройдет хорошо. Самое главное – пожелать участникам соревнований выполнить все мероприятия без стран, безопасно. В состязаниях принимают участие 15 команд. Это победители этапов конкурса от военных округов, флотов, видов, родов войск, центральных органов военного управления, а также курсанты военного института военной академии материально-технического обеспечения. У нас все в первый раз здесь. Это все 15 команд, все с разных точек. Единственное, ваша местная команда, остальные с различных, начиная от Крыма, начиная от Балтики, от Калининграда и заканчивая Дальним Востоком, Хабаровском. Здесь присутствуют округа и флота, рода и виды вооруженных сил. МЧС, представитель основной по тушению пожаров, он ликвидирует ЧАЭС в городах, населенных. А мы непосредственно охраняем военные городки и военные объекты. Проводим как профилактическую работу, так проводим и учения. Ну и если случится ЧП, ЧАЭС, чего очень, конечно, плохо недопустимо, тушим пожары. В первый день соревнований участники демонстрировали навыки в спасении пострадавшего из помещения с непригодной для дыхания средой в условиях психологического воздействия. Команды на время надевали спецодежду, выполняли боевое развертывание, работали в дыхательных аппаратах с сжатым воздухом, а также эвакуировали пострадавшего из помещения на безопасное расстояние. Важны не только скорость, но и качество выполнения задания. Первое, наверное, нам не занять, потому что тут есть другие команды, которые этим не именно занимаются, а я думаю, хотя бы в середине. Для первого раза будет хорошо. Волнуемся, что первый день, первое соревнование, волнение происходит. Будем стараться. Все участники соревнований показали высокую слаженность и выносливость при выполнении нормативов. Но по итогам первого дня лучше стала команда Северного флота, показав результат в 3 минуты 21 секунду.